Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной. И я хочу вам рассказать об одном лайфхаке, который поможет вам в рисовании. Иногда очень полезно пользоваться раскрасками, распечатками раскрасок. Я их распечатываю на обычном плотном листе бумаги для рисования на ватмане. Это подходит для тех людей, кто хочет побыстрее сделать какую-нибудь работу, кто не очень уверен как бы в своих силах, кому трудно рисовать. Бывают вот такие раскраски для взрослых, бывают раскраски для детей, животных, мультиков. На разные темы вы можете найти в интернете. Досмотрите до конца, и я покажу, как из этой раскраски получилась картина. Покажу вам эту картину. Никто никогда не догадается, что вы воспользовались раскраской. Но в раскраске, в распечатке есть один минус. Сейчас я расскажу, как его избежать. У меня, например, принтер струйный. У кого лазерный принтер, тому легче. Вот эти чернила, которым контуры сделаны в струйном принтере, они при соприкосновении с водой, с гуашью могут растекаться, поплыть. Поэтому я беру ластик. Лучше ластик брать для шариковой ручки, для чернил. И начинаю просто весь рисунок подтирать ластиком. То есть немножко бледню вот эти чернила. Делаю слой чернил меньше. Хорошо еще во время распечатки уменьшить насыщенность цветов, сделать побледнее рисунок. Но это не обязательно. Вот так мы делаем. Проходим по всему рисунку. Хочу сказать, что на темных цветах вообще не видно. А на светлых иногда это даже полезно, что немножко контур проступает. Я вам это покажу. Я вам сейчас положу эту картинку, чтобы вы посмотрели. И пока просто хочу передать привет и вам сказать буквально пару слов о двух замечательных каналах. О канале Папа может, который делает разные самоделки, ставит физические эксперименты, делает составы пальчиковых красок, пластилин, делает жизнь своих детей веселее и ярче, устраивает необыкновенные дни рождения. И тоже пару слов о канале Миша Спирит. Это канал сказочный, посвящен фэнтези. Там очень много рассказывается об интересных героях, фантастических, о феях, о Дедах Морозах и о наших российских близких нам героях. И такой это развлекательно-познавательный канал. Там и о жизни сов, и о том, как делают меч кладенец. Вы получите эстетическое удовольствие, потому что видео очень красочные. Вот теперь я перехожу к моей картинке. Вот вы видите, как из этого получается это. И вот я вам сейчас покажу, где капельку вот на бело-желтом цвете проступил вот этот контур. Но посмотрите, ведь он же даже, вот я поближе поднесу, он же даже помогает. То есть он, чтобы мы вот так провели бы карандашом и немножко усилили вот этот нимб, да, окружность нимба. А здесь она уже есть. Точно так же вот на светлом, вот она есть. На светлом небе были вот эти вот линии, да, как бы линии облачков, из которых появляется голубь, святой дух. Вот они немножко есть, но мы по ним проводим краской. Вот у меня в данном случае такая оранжевая солнечная краска. И наоборот, даже хорошо, что это немножко осталось. Можно, конечно, еще раз провести краской и это закрыть. Но мне кажется, что это даже хорошо. Вот были вот здесь такие вот линии. И они здесь немножко остались, складочки на теле. Наоборот, это только еще лучше, еще больше подчеркивает наши линии. Вот, если вам нравится мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А видео этого, подробное видео этого рисунка, как сделать сияние, как сделать мех на шкуре, как рисовать воду, как рисовать деревья, пейзаж, каменные берега. Оно у меня тоже есть. Приятного вам просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки.